Так, ребят, всем привет! Перед началом ролика я хочу сказать, ну, блинский. Ребят, поскидывайте мне в паблик какие-то пони-страшилки, на которые можно сделать реакции, на паблик ВК. То есть есть там специальная тема, обсуждение, в которую вы можете скинуть ролики на реакцию. У меня реально материал на пони-страшилке заканчивается. На комиксы без проблем, я запишу хоть миллиард реакций, есть очень дикое количество комиксов, я даже могу сам читать и делать реакцию по ходу самого ролика. Но пони-страшилок реально становится мало, вот именно хороших. Вот именно хороших реально мало, так что, пожалуйста, поскидывайте, буду очень рад. Что ж, а мы начнем делать реакцию на скрип качелей. Давайте-ка начнем. Было около полуночи. Парень по имени Дима сидел за компьютером и уже собирался идти спать. Окей. Так вдруг за окном раздался омерзительно громкий скрип. Кстати, сорян за то, что мыльно это видео просто в 480 пину. Качественный ролик всегда должен быть с названием программы, как мы знаем. На полэкрана с названием программы, в которой монтировалась или записывалась. А также в 240 пи. Это были детские качели через дорогу. Уже две недели, как они скрипели каждую ночь. Дима иногда задумывался, кто же в такую пору там качается. Там качели для совсем маленьких. Взрослый человек в такую и не сядет. Ноги девать некуда. Неужели кто-то в полночь водит ребенка поиграть? Ну хорошо. Может быть человек занятой и хочет уделить внимание своему ребенку. Ну на 5 минут. Ну на 10. Но это ведь по полночи продолжается иногда. Вдруг Дима услышал, как этажом выше открылось окно. Это был его сосед. Эй, уважаемый, вы там чем скрипите? Вы там что? А ну сами своими скрипите что ли? Так я вам сейчас помогу их смазать паяльником. Поздно уже. Кыш отсюда, спать ложитесь. Что за ровно? Что он напоминает просто многих соседей моей девушки. Вот серьезно. Типа смеемся громко. Все. Это надо. Это надо открывать окна. Надо. Вы че там? Боже мой. Я вот с его фразой про анусы почему-то вспомнил. Ну почему-то вот придумал такую рифму как. Вы че, анусами своими там смеетесь? Боже мой. Кири прекратился. Я глупый человек, не обращайте на меня внимания. Но через некоторое время возобновился и стал каким-то уж совсем мерзким и назойливым. Диме даже показалось, что он слышит в нем истерический смех. Сверху хлопнула входная дверь. Послышались громкие шаги по лестнице. Видимо сосед решил лично разобраться. Не иди туда, она тебя сожрет. Не понравилось такое отношение. А Дима же решил пойти спать. Да и скрип к тому времени уже преградился. Утром соседа нашли на тех самых качелях. Его лицо было искажено гримасой ужаса. Официально, по заключению врача, сосед умер от остановки. Чё это было? Почему? Что? Это... Это... Это страшилка хотя бы законченная? Типа, я все понимаю, но меня дико уже заколебало, что... Я пытаюсь посмотреть какую-то страшилочку. А что мне выдает? А мне выдает неполную страшилку. Устал? Нет, не устал. Давай, давай, та-та-та-та-та. Где-то здесь... Оригинал просто посмотрел. И стал каким-то уж совсем мерзким, братца. Было искажено гримасой ужаса. Официально, по заключению врача, сосед умер от остановки сердца. Но что его там напугало до смерти, остается загадкой. Если вам понравилось... Три слова осталось! Три слова! И он закончил. Зачем? Почему нельзя было закончить до конца саму страшилку? Три слова оставалось. Нельзя было закончить. Ладно. Не буду к этому цепляться. Но, блин, реально, ребят. Если делаете страшилки, так... Хотя бы... Закончить это конца. Да, пусть там идет она 5-10 минут. Но все-таки... Эта страшилка вообще 2 минуты длилась. И почему нельзя было закончить? Ладненько. С вами был Флаттер. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok